На охоту за боевым настроением. Александр Киричек, предприниматель в свободное же время, стреляет по живым мишеням. До начала рабочего дня остаётся несколько часов. Только взошло солнце, а добычек уже вооружён до зубов. ИЖ-27, патроны самозаряжаем, чтобы не разбивать перепёлку. Тут ползаряда, дробь десятка. Там полтора грамма пороха на 20 грамм дроби. Больших расстояний здесь нет. Всё стеснённое – орешник и растительность. Поэтому бить перепёлку на 25-30 метров – этого достаточно. В начале сезона охоты можно добыть перепелов и коростеля. Эти перелётные птицы останавливаются в Сочи, чтобы отдохнуть после долгого путешествия, что стрелкам явно на руку. Искать притаившихся пернатых в зарослях помогают легавые собаки. Андрей Овсипян и Лана вместе на дичь ходят 9 лет, пока осечек не случалось ни у охотника, ни у его четвероногой напарницы. Их надо держать в жёсткости. Если их отпускать, они будут делать то, что им нравится. Надо воспитывать. Драдхары – это такие собаки, что один раз воспитал, всё, больше не надо. Каждый год она помнит это. Сезон охоты непродолжительный. С августа по декабрь. Поэтому охотники стараются не упустить момент. Но даже отлаженные действия не позволяют замахнуться на крупную добычу. Отстрел птиц лимитирован. Из такси возмещение ущерба, причинённого окружающей природной страны. То есть, к примеру, за перестрел. Положено 10 перепёлок, добылся охотникам 12 перепёлок. Помимо штрафа он ещё за эти две перепелки конкретно будет выплачивать, возмещать ущерб государству. От 300 рублей до 6 тысяч может заплатить охотник за каждую лишнюю птицу. Прибавить к этому трёхтысячный штраф и хобби влетает в копеечку. А если инспекторы заподозрят в браконьерстве, и вовсе – уголовная ответственность. Документы можно ваши? Поговорю. Помимо ружья, патронов и верного пса, при себе необходимо иметь разрешение на охоту и оружие. Наличие документов регулярно проверяют госинспекторы Сочинского национального парка. Каждый год всё лучше и лучше. Я думаю, за счёт того, что законы ужесточаются у нас. И с этим связано, что люди уже более прислушиваются к законам и стараются не нарушать. Фиксируется и количество отстреленной дичи. В 2017 году было добыто порядка 10 тысяч птиц. В 2018-й на охотничьи трофеи был небогат. Под прицел попали лишь 3 тысячи особей. В отличие от других населённых пунктов Кубани, в Сочи не организовано охотопользование. Нет специализированных хозяйств. Добывать дичь можно только в нацпарке. А его особый природоохранный статус загоняет охотников в жёсткие рамки. Сочинским стрелкам можно забыть про пушнину и копытную дичь. Да и выбор пернатых невелик. Чуть позже прилетит голубь, утка, вальдшнеп и самая желанная добыча – гусь. Правда, за последние два года этим крупным трофеем никто из охотников не смог похвастаться.